Прямое попадание и много двухсотых, что известно об ударе по оккупантам в Макеевке. В ночь на 1 января 2023 года в результате удара в оккупированной Макеевке, Донецкой области, разрушено здание местного училища номер 19, в котором располагались мобилизованные российские военные. По разным данным, там могли погибнуть от нескольких десятков до сотен оккупантов. РБК Украина собрала все, что известно об инциденте на данный момент. Прилет на Новый год. Удар по зданию Макеевского профессионально-технического строительного училища пришелся, по всей видимости, как раз в тот момент, когда российское ТВ транслировало новогоднее обращение диктатора Владимира Путина. Само училище находится в Кировском районе, недалеко от линии фронта. Информация об ударе сразу разлетелась по российским пабликам. Судя по видео с последствиями, здание разрушено полностью. По еще не подтвержденным данным, в здании находились российские мобилизованные из Саратовской области. Кроме того, в подвале хранились боеприпасы, а рядом стояла военная техника. Предположительно, по базе оккупантов, в общей сложности нанесли три ракетных удара, которые также вызвали детонацию боеприпасов. Счет погибших и раненых может идти на сотни, тела извлекали. Из-под завалов до обеда 1 января. Данные по потерям. Российские так называемые военкоры сообщили о значительных потерях. По разным данным, погибли от нескольких десятков до сотен человек, также говорилось о сотнях раненых. Это объясняется тем, что на момент удара в здании могло находиться около 600 мобилизованных. Телеграмм канала агентства. Новости цитирует военкора Бориса Рожина с заявлением о существенном количестве убитых и раненых. Пропагадист Александр Сладков не располагает. Точной информации о жертвах, но по его информации, потери велики. Российские СМИ в новогоднюю ночь писали о массированных обстрелах западных окраин Донецка и нескольких районов Макеевки. Также БЛ. Издание Reuters, со ссылкой на источники в руководстве так называемой Донецкой Народной Республики, пишет о гибели менее ста человек. По его словам, распространяемые разными телеграм-каналами данные о сотнях жертв сильно преувеличены. За ночь в больнице доставили 58 раненых. С украинской стороны. Есть пока один официальный комментарий. По сообщению Управления стратегических коммуникаций ВСУ, инцидент в Макеевке стал результатом неосторожного обращения с нагревательными приборами и курением в неустановленных местах. По их данным, погибли около 400 человек, еще около 300 были ранены. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко оценивает число жертв удара в 350-450 оккупантов. Во второй половине дня, 2 января, с заявлением выступило Министерство обороны Российской Федерации. Сообщается, что в пункте временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих. Что могло прилететь в ПТУ? Из той же сводки Минобороны РФ следует, что удар был нанесен якобы украинскими ракетными системами залпового огня «Химос». В общей сложности на объект летели шесть снарядов, и якобы удалось сбить два из них. Украинский блогер Игорь Лаченков опубликовал видео ракетных пусков, которое сопроводил подписью о том, что это подарок, который летит в казарму оккупантов. Официально. Генеральных штаб ВСУ не сообщал об этом ударе, но в утренней сводке есть информация о поражении четырех пунктов скопления живой силы противника. Военкоры устроили охоту на ведьм. Российские военкоры зацепились за версию оккупантов о том, что мобилизованные попали под удар якобы из-за того, что они активно использовали мобильные телефоны. Якобы украинская сторона с помощью разведывательного комплекса «Эшелон» выявила массовое скопление противника. В российском сегменте «Телеграмм» устроили охоту на ведьм и говорят о некомпетентности военного. Популярный блогер с ником Владлен Татарский также указывает на вину командиров. В частности, в своем канале он раздраженно отмечает, что инциденты с десятками погибших ничему не учат выпускников военных училищ и академий. Другие комментаторы, в своих оценках, называют удар по ПТУ номер 19 преступлением российского командования, которое имеет неизвестную широкой публике фамилию, имя и отчество. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.